Пришли с Викушкой в Нура Мерлен, в любимый мой отдел, и тут появились новиночки, хочу вам показать. Смотрите, такие вот интересные органайзеры. Органайзеры с бумажного шпагата, 31х21х5 см. Есть в коричневом цвете и есть вот в таком вот молочном. Вообще очень классно выглядит, из этой же серии есть корзина вот такого размера. Есть корзины побольше и есть самые большие, они вообще 45х33х21 см. И в коричневом цвете еще вот такие вот. Кстати, сейчас обратила внимание, что вот эти вот контейнеры идут с крышкой, прям вот с такой. Ну вот эти плетеные корзины я вам уже показывала, они из водного гиацинта, тоже разные размеры есть. Очень классно. Еще вот такая новиночка появилась раньше, я их не видела. Очень симпатичные корзиночки такого белого цвета с тканевой вставкой. Есть вот такого квадратного размера, 240 рублей стоит. Есть вот такие узенькие малютки, классно в них уходовый косметик, похоронить что-то еще, мелочевку какую-нибудь. В общем, прикольно, вам понравились. И еще есть вот такие, они уже более такие дырявые, в белом цвете, в коричневом, тоже разных размеров. И вот эти очень стильно выглядят. Классные, прям тоже с тканью. Красивые. Тоже побольше есть и поменьше цены, 568, 794. Ну и то, что снизу я вам уже тоже показываю. Хороший выбор влюрашки вот таких вот корзин, но вот это, конечно, что-то новенькое, я такого еще не видела. Постоянно спрашиваю, откуда наш коврик кухонный. Вот он, смотрите, есть в разных принтах. Вот такой наш и всякие разные. Тут прикольное вообще, мне нравится. Такой тоже у нас есть, он на балконе лежит. Размер у него 60 на 90, стоит 815 рублей. Смотрите, какой прикольный уголочек. Много интересных вещиц. Смотри, мама. Вот такой камозик деревянный, интересный. И еще там есть камушки. Мини-обзор от ребенка. Вот такие часы интересные в виде домика. Калаш из фоторамок. Столик белый такой, сканди-стиль на деревянных ножках. Декоративные подушки тоже приятные такие принты. Еще мне понравились вот эти табуреты. Они есть в двух цветах, в сером и в желтом. Тоже такой сканди-стиль на деревянных ножках. Очень приятная такая у них обивка. Крышка снимается и там есть место для хранения, в общем. Стоимость таких табуретов 2800. И еще есть вот такие вот кофейные столики. Здесь тоже можно, так типа икеевских, хранить пледики, подушки, какие-то журналы, что-то еще. Здесь можно кофеечек поставить, попить 1250 стоит. Ой, а еще мне очень понравился вот этот столик. Тут вообще классно, смотрите, тоже вот в таком виде он стоит. Там тоже можно что-то хранить. Сам столик выполнен таким образом, что его можно перевернуть, и он будет под носом. С ручками, прикольно. Стоит такой 1530. Я его раньше вообще не видела, не обращала внимания вообще на этот отдел. Но вот так вот в Люрашке много прикольных вещей, интерьерных есть. Еще вот такой вот столик есть. Я уже вам его показывала. В белом цвете, в желтом и в темно-синем. Стоит такие столики 2,162. Здесь очень много всяких различных свечек. Очень симпатичные, миленькие. Цены тоже разные. Подсвечник вот такой интересный. Металлические прутья, внутри стекляшка, и там свечка. 635 рублей такой стоит. Ну, вообще здесь много всяких разных вариантов свечек. Вот так пробегусь, вам покажу. Вот эти красивые. В интерьере прикольно будут смотреться. 596 рублей. Всякие разные. Тоже классные, с пробковой крышкой. Декоративные зеленушки. Часы в виде домика, кстати, есть в разных цветовых решениях. И еще мне очень нравятся вот такие зеркала в интерьере разных форм. Кстати, вот эти комодики стоят 1122 рубля. И тут еще есть такая деревянная коробка с крышкой 483 рубля. Еще есть вот такие вот интересные табуретики с разным цветом ножек. Очень приятная ткань. Не знаю, как она будет в уходе. Наверное, ее часто надо будет мыть. Стоит 2595 рубля. И еще хотела вам показать, наткнулась на ключницу. Вот такая вот. Сейчас дошли до цветочного отдела. И, во-первых, хочу показать вам орхидею, которая мне очень нравится, синего цвета. Но я ее не буду никогда покупать, потому что она у меня сдохнет так же, как сдохла моя белая орхидея. Но я влюбилась вот в этот вот фикус Бенджамин он называется. Фикус Бенджамина Даниэля. 2,310 он стоит вот в таком уже готовом состоянии. Но я хочу вырастить его сама. Вдруг получится. Тут есть вот такой вот малечек. Это он же. А, нет, это другой. Это фикус Бенджамина Наташи. Но тоже красиво выглядит. У меня такие симпатичные листочки. Я думаю, может купить вот такой вот маленький. Пусть он у меня растет. Классно же. Хочу какую-нибудь зеленушку в дом. Настоящую, живую. И хочу именно вырастить ее сама. Потому что мы с Сашей и маме дарили юку. Когда она была вот тоже вот в таком вот состоянии. Маленькая-маленькая. И она у мамы выросла прям в огромное дерево. И я решила, может быть, тоже попробовать. Я буду рада, если у меня что-то вот такое вырастет. Мы уже дома. Зачем ходили в Леруа, сейчас расскажу. В общем-то, я хотела купить вот эти штуки. Сейчас скажу, как это называется. По чеку посмотрим. Застежки для рамок и картин. Здесь три пары в комплекте. И, в общем-то, я пока еще не знаю, как это работает. Увидела у какого-то блогера в Инстаграме, что она крепит все рамки, картины. Вот на такие как раз застежки написано, что надежно держит, удаляется без следов. Но я не уверена, что это будет все удаляться без следов. Но, по крайней мере, мне кажется, это лучше, чем сверлить в стены. Все это всякие гвоздики, саморезы. Лучше вот на них попробовать. Будет классно, конечно, если они потом будут убираться и действительно не оставят следов. И еще увидела там вот такие вот контейнеры. Они пластиковые, с белой крышкой. Видите, такая модульная система хранения. Друг на дружку можно ставить. Они по 0,6 литров. Стоит 77 рублей одна штука. А, кстати, вот эти застежки, вот такая пачка стоит 255 рублей. Ну, в общем-то, как раз я хочу при помощи них вешать постеры над диваном. Посмотрим, как это будет работать. И на обратном пути зашли в магазин за водичкой. Ну и, собственно, понахватали. Я просто по акции увидела вот эти вот макарошки Борилла. Нравятся мне вот эти вот спиральки. Взяла их две штуки. И взяла спагетти номер 5. Тоже две штуки. Тоже были по акции. Поэтому сразу затарилась. Так, что у нас тут еще? Огурцы. Люблю я все-таки вот эти короткоплодные, что ли они называются. Они прям вот хрустящие, вкусные. А вот длинные огурцы я не люблю. Так, сыр. Сметанковый. Мне нравится. Молоко. Маслица сливочная тоже у меня закончилась. Так, что тут еще? Колбаса взяла вот такую вот попробовать. Это сырокопченая. Какая-то браундшвейгская, черкизовская. Попробуем. Так, ну и тут уже сосиски вот такие сочные. Шоколадки по акции тоже были. Всегда, когда по акции шоколадки, я их всегда беру по 39, что ли, рублей они были. И сухарики тоже, штуки 4-5 я всегда беру. Вот такие ржаные с холодцом и хреном для салатов. У меня дома всегда есть такие сухарики. Если вдруг кто-то в гости пришел, я знаю, что у меня есть всегда кукуруза, есть фасоль, сухарики, чеснок, майонез. Я всегда сделаю салат, если вдруг вот быстренько-быстренько нужно что-то организовать. А сейчас мы с вами будем открывать долгожданную посылку. Ой, смотрите, как классно все запаковано. Вот такая вот защитная штуковина здесь лежит, чтобы ничего в пути не испортилось. Смотри, мам, сергейшки. Ох ты, какие красивые коробочки. Ну, как вы поняли, это Style Korean пришел. Очень-очень давно я жду эту посылку. Красивущие коробочки. Смотрите, какая красота. Тут три вот такие вот белые коробочки. Ой, сейчас вместе откроем, подожди. И одна вот такая синенькая. Девчонки, я вам сразу говорю. Вот что-нибудь из этого мы с вами разыграем, потому что здесь столько косметоса уходового. В общем, я прям в предвкушении, потому что продуктов действительно очень много. Это пупырочки, да? Да. Сейчас, в общем, откроем, посмотрим. Итак, для начала давайте немножечко расскажу о самой компании. Называется она Style Korean и занимается она оптовой и розничной торговлей корейской косметики. На рынке данная компания находится уже 10 лет, и на сегодняшний день на их сайте представлен широкий выбор как уходовой, так и декоративной косметики самых разных брендов. Ссылку на сайт я обязательно оставлю в инфобоксе. А теперь давайте же скорее посмотрим, что я заказала. Первое, что я вам покажу, это шампунь от Aesthetic House. У меня уже была миниатюрка, и я вам недавно говорила, что хочу заказать полноразмерную версию этого шампуня. И вот он мне пришел, так что буду с удовольствием пользоваться. Шампунь хороший, мне понравился. Следующее, что я заказала, это очищающий гель и крем для лица от бренда Huxley. И первое, что меня восхитило, это внешний вид баночек. Все очень лаконично, минималистично, в общем, все как я люблю. Крем имеет легкую гелевую текстуру, быстро впитывается и не оставляет ощущения липкости. Гель отлично очищает кожу от остатков косметики, а также увлажняет ее. Производитель, кстати, обещает экономичный расход. И крем, и гель имеют очень приятный аромат. Для меня они пахнут ландышем. Это, кстати, один из моих любимых цветков. Так как наступает холода, начинается отопительный сезон, я решила заранее позаботиться о своих губах. И заказала ночную маску от Lanesh. Потому что, не знаю, как у вас, но у меня губы очень сохнут, обветриваются. И их обязательно нужно чем-то увлажнять. И как та из будущего, которая уже затестила эту маску и сейчас записывает озвучку, могу сказать, что она реально офигенная. Отлично увлажняет, вкусно пахнет. И еще я кайфую от упаковки. Красивая баночка, в комплект которой идет маленькая силиконовая лопаточка для нанесения маски. И также для губ взяла на пробу вот такие гидрогелевые патчи, которые также увлажняют, впитают и разглаживают кожу губ. Следующая позиция это гидрогелевые патчи для глаз с экстрактом болгарской розы от Himish. Отзывы на эти патчи были очень хорошие, поэтому решила тоже попробовать. Выглядят они, конечно, невероятно красиво. Это такие розовые, с блестками. В комплекте, как обычно, лопаточка. В общем, будем тестить. Дальше идут два продукта для волос. В синей упаковке освежающий тоник для кожи головы, а в другой сыворотка styling для волос. Начнем с первого продукта, потому что его мне было очень интересно попробовать. В общем, данный тоник ухаживает за кожей головы, снимает раздражение и сохраняет свежесть волос на более долгое время. Я его еще, к сожалению, не успела затестить, но потом обязательно расскажу, работает он или нет. Кстати, отзывы были хорошие. Девочки писали, что волосы меньше жирнятся и что этот тоник идеален для лета. Второй продукт это увлажняющая сыворотка, которая создает легкий эффект фиксации. Она хорошо ложится на волосы, позволяет закрепить прическу в нужном положении и придать волосам ухоженный вид. Следующая штучка, от которой просто все в восторге, это бальзам для снятия макияжа от Химиш. Он мягко и быстро растворяет даже самые сильные водостойкие средства. Бальзам имеет легкую нежную щербетную текстуру и его нужно просто нанести поверх макияжа, массажными движениями смыть косметику и умыться теплой водой. Тоже очень интересно этот продукт затестить, так что потом поделюсь своими впечатлениями. На подарок заказала два продукта от бренда Пьюн Кан Юль, здесь у нас пенка и пилинг гель. Пенка хорошо очищает, не сушит кожу и оставляет приятное ощущение увлажненности. А пилинг гель мягко и деликатно удаляет роговевшие частички кожи, делает ее гладкой и мягкой и также увлажняет. Маме заказала крем для глаз, это у нас тоже Химиш. Крем борется с морщинками, глубоко увлажняет, повышает эластичность, осветляет тон. В комплекте идет массажер для глаз, который помогает улучшить кровообращение и также снимает отеки. Дальше снова идет крем для кожи вокруг глаз, но он уже для свекрови. И мне кажется, это отличный вариант для подарка, потому что упаковка очень красивая, презентабельная. Сам крем увлажняет, тонизирует, разглаживает морщинки и уменьшает припухлости под глазами. Ну и теперь мы наконец добрались до коробочки, которую я хочу разыграть среди своих зрителей, потому что очень хочу кого-нибудь из вас порадовать. Сначала в общем расскажу о продуктах, а потом об условиях конкурса. Итак, первое, что лежит в коробочке, это эссенция тонер. Данный продукт глубоко увлажняет кожу, придает ей упругость и делает ее гладкой и свежей. Следующий продукт это питательный крем для лица, который обеспечивает глубокое питание, блеск и сияние кожи. Он обладает тающей текстурой, легко впитывается, придает коже гладкость, сохраняет эластичность и упругость. И последнее, это увлажняющая сыворотка, отзывы на нее очень хорошие, как и на все содержимое коробки. Я решила все продукты подарить одному человеку, а не делить на три части, потому что они друг друга дополняют, и лучше их использовать все-таки вместе, чтобы ощутить результат. Ну а теперь к условиям конкурса. Вы должны подписаться на мой канал, на мой инстаграм и написать любой комментарий под этим видео. Результаты конкурса будут 25 октября. Желаю всем удачи! Теперь, занимаясь домашними делами, в этот раз дача привезла постельное белье, все перестирала и сейчас вот разбираю сушилку. Смотрю со стороны на нашу комнату и понимаю, что она такая пустая, такая необжитая. Хочется поскорее обставить ее уже мебелью, добавить декор, текстиль, растения. Самое первое, что мы должны купить в комнату, это диван. И пока его нет, мы не можем купить все остальное, например, шторы, ковер, потому что не знаем, какого цвета будет диван и что с ним будет лучше сочетаться. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Далее протираю пыль универсальной салфеткой от Greenway. Я уже рассказывала, что очень ее люблю, убираться теперь действительно одно удовольствие. Также сегодня у меня по плану смена постельного белья. Я уже его сняла, отправила в стирку и решила пропылесосить матрас при помощи электрической щетки против пылевых клещей. Это очень классная насадка от моего нового пылесоса, на которой я, кстати, уже снимала полный обзор. Каждый раз поражаюсь, сколько она собирает волос и пыли. Ой, ребят, давненько у нас с вами не было закатов, потому что солнышко садилось все это время вот за этим домом, а теперь я вот его поймала здесь. Ну, и вот такая вот красота. Камера никогда не передаст точную картинку, я стараюсь, но не получается. Все равно совершенно другой цвет получается, свет и все такое. Но все равно красиво. Сейчас мне нужно быстренько приготовить ужин. Сегодня у нас будут спагетти с курицей в сливочном соусе. Я уже кубиками нарезала куриное филе, теперь мелко нарезаю репчатый лук, и мне нужно будет обжарить его на растительном масле до золотистости. Отправляем в сковороду курицу, солим, перчим, добавляем любимые специи, в моем случае это сушеный чеснок, и обжариваем до белого цвета курицы. А теперь рубрика полезные советы. Если в холодильнике нет сливок, их можно заменить на молоко со сметаной. Я делаю все на глаз, молока больше, сметаны меньше, и получается всегда очень вкусно. Дальше солим и перчим наш сливочный соус, и хорошенько все перемешиваем. Единственное отличие такого соуса, это то, что он сильно не густеет, как соус из настоящих сливок. Если вам хочется более густую консистенцию, можно добавить немного муки. Пока курица тушится под крышкой, отвариваем спагетти. И теперь остается только разложить блюдо по тарелкам и подать к столу. Конечно, было бы красивее, если бы я украсила все это зеленью или помидорками черри, но, к сожалению, у меня не было ни того, ни другого. Но ведь самое главное, чтобы было вкусно, а это очень вкусно, уж поверьте. Хотела вам показать, какого очаровательного зайку прислала наша подписчица в подарок для Викуши. Это ручная работа. Вот такая вот плюшевая прелесть. Там еще внутри конфетки какие-то вижу. Я специально не распаковывала. Сейчас Викуши это все вручу. Вообще, такая прелесть. Подписчица зовут Ксения. Спасибо вам огромнейшее. Ты готова? Глазки не открывай. Открывай. Что это? Это подарок от нашей подписчицы, которую зовут тетя Ксюша. Тетя Ксюша мне подарила этот подарочек. Ты хочешь, тетя Ксюша, что-нибудь сказать? Спасибо, тетя Ксюша. Давай, открывай скорей. Это же девочка. Желтый. Да. Ничего себе. Все розовое. Все розовое, да. И тут еще... Ничего себе, тут письмо. Посмотри, это для... Конфетки. Кто чему радуется? Кто письмо, кто конфетки. Вся информация, как ухаживать, преимущество, красота. И вот Инстаграм. Кому интересно, Ксюша делает вот такую вот прелесть. Тут смотри, Викуля написано, дочь. На ушках написано, Викуля. Это будет твоя игрушка для сна теперь, еще одна, да? Да. Такая мягкая, такая приятная. Ой, красотка какая. Смотри, у нее какие реснички. Да. Внутри, как я уже сказала, лежало письмо с очень добрыми словами, с очень теплыми пожеланиями. Спасибо вам, Ксюшенька, еще раз. Очень-очень нам приятно. Ну и завершаю я сегодняшний влог уходом за собой. Я, как обычно, чищу зубы, умываюсь гелем, очищаю свою кожу. Затем наношу тоник, сыворотку, крем и маску на губы. Спасибо, мои дорогие, что провели это время со мной. Я была вас очень рада видеть. Всем пока-пока и до встречи в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok